здравствуйте всем привет все же меня видят слышат до ура ура начинаем у нас сегодня вторая часть вебинара по андроиду в первой части мы с вами рассмотрели как создать простейшие приложения немножечко поработали с ориентацией экрана и собственно все на этом закончили кто смотрел первую часть молодцы кто не смотрел посмотрите кто не смотрел и у вас нет android studio страшно потом вы сможете вебинар в записи сделать все что вы хотите и так переходим к сегодняшнюю что же мы будем сегодня с вами рассматривать первое мы узнаем как сделать простенькое меню в андроид студио для вашего смартфона под ос android дальше попробуем поработать с контекстное меню вы можете сейчас в любом месте кликнуть правой кнопкой мыши и вас выскочит контекстное меню что у кого нет дети люди сами же меня слышат ладно ну я вижу что меня звук идет а кто еще я расслаб меня слышит значит проблема и так после работы с контекстным меню которая как я сказал появляется обычно при нажатии правой кнопкой мыши чтобы вызвать не тесно контекстным андроид студио конкретно вашего приложения вы должны кликнуть сразу двумя клавишами левый и правый последняя среди предпоследний посмотрим как поменять или нацию крана вот у вас был смартфон такой стал такой ну конечно это можно сделать ручками просто его взять и повернуть а можно сделать так чтобы он программно поменялся и напишем простейший калькулятор под android такой финалочек красиво начнем всем понятен наш план на сегодня первое кажется что нужно взять у кого есть android studio запустить эту чудесную штуковину если кто-то хочет делать параллельно со мной что если нет ну тогда просто слушайте воспринимайте полезную информацию и так первое меню в программах под android нюшка скрывается за вот этими маленькими прямяточечками видите все же где-то и так вот эти вот три точки углу окна приложения это и есть как только вы на него нажимаете появится какое-то место вы можете работать наш вопрос как добавить туда пункт имени сейчас мы этим с вами займемся первое что нужно сделать это подключить необходимые ресурсы которые будут отображаться там в нем там будут строки находиться и эти строки будем хранить строковые ресурсы теперь можно сказать пару слов по ресурсам в андроиде все ресурсы находятся в каталоге рез на основании ресурсов которые лежат в этом файле специальный класс р генерируются данные вы будете работать так как они все хранятся в этом каталоге рез то с ними будет очень удобно и просто работать потому что не лежат отдельно от программного кода то есть теперь вы можете переносить как-то программу в любое другое место зайти в этот каталог поменять любую правду строчку в этом каталоге а конкретно там будет xml ские файлы и вам не нужно перекомпилировать программа программа будет также работать раньше так не все вроде а ну там нужно сказать что имена файлов ресурсов должны стать только из двух нижней реки сети чисел и символов подчеркиваем мы конкретно сейчас с вами будем работать со строковыми ресурсами то есть создадим строчки для меню это будет кроковый ресурс они будут лежать в отдельно палике это был палик стрим xml с которым вы потом сможете работать идея первую очередь конечно если он по твоим первом очереди это нужно для того чтобы локализированные версии ваша программа предположим вы хотите вашу программу калькулятором или с чем-то будет на запад сша или куда нибудь еще нужно программу перевести на английский язык вместо того чтобы переписывать весь под программу вы просто локализируйте ресурсы которые подключаются и так узнаем же как добавить строковые ресурсы которые будут являться пунктами нашего от вашей программы что я могу сделать у меня достаточно толковая презентация поэтому вы просто можете смотреть на нее и не смотрите как я шевелю губами даже без звука я думаю что поймете и так если вы создавали приложение посмотрел прошлый вебинар там все написано расписано рассказано с помощью mt activity то менюшка у вас не появится хотим добавить строчки для этого нам нужно добраться до файла стринг xml который находится в каталоге res а там есть вот каталог values для этого вам нужно пощелкать по множеству прав и добраться наконец до файла с ресурсами а там нужно будет прописать следующие строчки вот эти вот в файле стринг xml и собственно таким образом вы добавите пункты меню что понятно так это мы только что с вами определились как добавить строки для пунктов меню еще менюшка не появилась просто добавить строки для начала кликаем правой кнопкой на папочке res пишем new создаем новую директорию называем ее меню там у нас будет храниться наше менюшка тут тоже пока все понятно дальше внутри этого каталога просто папочка мы создаем файл меню main xml это xml ский файл в котором как раз будет храниться наше меню есть файл с ресурсами для меню а есть алекс меню вот собственно наш алекс меню мы только что и создать new меню ресурс файл он даже так называется теперь мы запомним его следующим кодом это как видите вот для нашего как только мы его напишем у нас уже появится хоть что-то хоть какой-то если до этого в принципе никого не было сейчас появилась заготовка для этого поэтому понемножку мы будем добавлять в это меню кое-какие подпункты но пока вы можете посмотреть как вы увидите xml ский файлик сейчас если я его смогу найти я вам его сброс как-нибудь нет не смогу сейчас его найти ладно чуть позже ну то кто захочет просто может переписать ска идем дальше и так в этом цена листом файлике вы увидели много странных буквах символа непонятно и так начнем с этой штуковины с собачкой плюс 1 это индификатор для одного из пунктов меню или чего-то похожа ну данным конкретном случае это и для x1 может быть для чего-то другого и так плюсик означает что мы будем его искать в классе r конкретно в поле с ресурсом сложная штука если мы захотим обратиться к этому элементу в программе нужно будет написать r.id.editex ух ты руслан как он страшно написал это не фигатор вернемся на предыдущий слайдик посмотрим где был написан индификатор вот он а этом дальше android айди и вот пошел это только будет называться наш пункт меню не как он будет написано на экране как другом обращаться программе айди экшен с этим ну вы потом сможете по записи посмотреть первый вебинар и собственно все наверстать а потом пересмотреть по записи строить на для тех 1 вебинар 2 должен идти хорошо я надеюсь так идем дальше есть еще там один атрибут это атрибут шоу с он может прямо 3 значения хотя на самом деле больше там еще есть если мы напишем для пункта меню него это означает что нет то что никогда не боится то что изначально он не любит сразу же на экране он не будет появляться он будет скрыть за этим на . если мы напишем always он сразу же появится в заголовке на приложении если хотим что он появлялся только после того как мы нажали три точки выбираем never давайте посмотрим что мы там выбрали вот мы выбрали never это означает что он появится только тогда когда мы нажимаем на три точки так это как вы понимаете еще не все теперь мы переходим к файлу мэйн активити в нашем дереве проекта и там у нас есть метод онклик метод онклик у тех кто делал предыдущий вебинар нам нужно с вами добавить новый метод метод связанные с нашим меню этот метод будет называться он кредит общий меню чтобы его добавить вам нужно нажать под огород метод и собственно ну посмотрите обязательно записи 1 выбираем под огород метод и после этого начинаем вводить название нашего метода это метод он кредит общий не обязательно вводить конкретно такое название можете по первым буквам вести оси о м и он его найдет нажимаем ok и добавляется заготовка для этого нет вот такая вот она будет заготовка сверху вы видите поменяем немножечко его содержимое как написано ниже и только в этот момент у нас наконец-то появится меню для нашего приложения сложная задача но теоретически выполнена дальше попробуем все-таки посмотреть будет ли у нас нет запустим проект на андроиде и по идее у нас должно верху появиться вместо трех точек когда мы будем нажимать наше приложение слово настройки не уйти все в этом каши прописали текст настройки или с 1 если мы хотим добавить какие-то новые пункты то нужно в тот же xml файлик меню это меню xml добавить еще но поле айта элементами и таким образом мы добавим еще один на всякий случай обратите внимание первый пункт андроид это имя переменной ордер и категоры это порядок какой он будет по счету он ее 1 2 3 это приоритет его дальше а это у это то что будет выводиться на экран на экран не будет вывести на стринг экшена балл на экран будет выглядеть на то что хранится в файле стринг xml что мы написали раньше это означает что ссылка идет на файл ну вот это все был сложный вариант создание меню можно создать намного проще после того как мы с вами два слайдика назад создали метод on create options меню можно было просто добавить 4 пункта в меню как здесь написано не один и два минуты еще и вас бы это все появилось это без использования ресурсов без необходимости подключаться к чему-либо то есть достаточно было прописать вот эти вот 1 2 3 4 5 6 7 8 8 строчек и у вас бы появилась ми почему-то способ хуже потому что здесь как вы видите ну задано строковыми константами не лежат ресурсов соответственно с локализацией приложений у вас возникнут проблемы ну и с точки зрения дизайна тоже менее красивый подход но можно было бы и так реализовать приложение так с меню мы справились каких-то там 18 17 слайдов 16 слайдов было посвящено просто создание миру а теперь представьте мы попробуем в меню нажимать на клавиши а еще один способ забыл вам искать кроме вот этого способа могли все это редактировать визуально зайти в визуальный редактор дизайн и набрасывать там менюшки согласен не самый простой но с визуальным редакторами думаю было бы ладно теперь если вы хотите выбрать пунктами то для этого нужно будет прописать еще один метод это будет метод он общем этом сайт добавляется он точно так же как и предыдущий метод то есть вот добавить новый метод и вот так вот появится теперь его нужно немножко модифицировать как собственно написано здесь вы будете получать айди того пункта мию который был нажат и по нему выводить какое-то сообщение или совершать какое-то действие метод готов дописывается выдать небольшой код который позволяет из пунктов не выбрать определенным и что-то происходит данном случае май текст все начать а я очень садим это название пункта меню настройки а я очень напал от это название пунктов программ май текст это переменная которую мы создали в предыдущем вебинаре она отвечала за содержимое текста на экране а мы хранили замечательную правду а если мы хотим внутри этого меню создать еще одно подменю то для этого используется снова же элемент меню внутри айтона здесь если вы присмотритесь внутри настроек создается под меню где мы можем указать ориентацию портретный или альбомный режим это банальное использование от меня справа вы видите как это выглядит визуально настройки там портретный альбомный режим с помощью вот так вот при любви дальше если мы хотим чтобы при нажатии на портретный альбомный режим у нас появлялась галочка нам нужно будет использовать переключатель тогда мы добавляем свой сайт чеккейбл для этих пунктов меню и соответственно для одного из них делаем галочку чек ну все мы закончились перейдем контекстную сложная тема и так контекстное меню есть интересных методов для работы с контекстными создать контекстное меню зарегистрировать контекстное меню и выбрать тему контекстное меню без третьего и первого метода контекстными не появится это напомню в компьютере вашем когда вы в правой кнопкой в андроид куде когда вы двумя пальцами 5 контекст item selected это метод который вызывает при нажатии на определенный и так если вы хотите вывести контекстное меню на экран для начала нужно зарегистрировать для этого вам нужно добавить в метод ум 3 который у вас запускается каждый раз при создании приложения две строчки register фондом context меню my text и то же самое для мой порт таким образом вы создадите 2 2 разных контекстных меню для формы и для текста они на самом деле будут разные и так создание несколько констант в данном случае 6 обозначение пунктов не то есть первые пункты первая тема меню будет иметь циферку 1 и соответственно это будет меню пола red 2 не парень 3 и так далее что мы вообще собираемся взять мы хотим сделать так чтобы через контекстное меню менялся цвет экрана и размер шрифта попробуем это реализовать для этого нужно еще кондексное меню создать попробуем его создать мы его создали в методы он креет он так с меню он добавляется точно так же как и раньше добавлялись другие методы и там мы можем прописать вот такой вот теперь если мы захотим вызвать контекст на меню то появится вот такие вот строчки red green blue и 22 26 и 30 это если мы будем нажимать на фарш а вот если мы хотим чтобы эти действия как-то обрабатывались то есть не возникает но чтобы мы не нажимали ничего не происходит нужно будет выбрать что-то внутри свитч пойти по одному из кейс здесь прописан код он контекст item selected идемте дальше третий раздел мы попробуем поменять с вами ориентацию экрана для того чтобы поменять ориентацию экрана есть целых два метода это ориентация он скейт и портрет на самом деле их еще больше можно перевернутую портретную ориентацию и так далее сделать их очень-очень много вариантов но две основные это сделать вот так сделать вот так первое что нужно здесь сделать это подключить библиотеку для импорта android context и собственно прописать один из этих методов вопрос где их прописать если вы пропишите один из этих методов например landscape или портрет он крейте то у вас при запуске программы приложение сразу же запустится в определенном режиме если пропишите landscape то запустится вот так если пропишите портрет то вот так все можно это сделать и динамически менять то ориентацию экрана прямо в программе через пункт настройки ранее я вам показывал как добавить в эти пункты попробуем все-таки поменять итак для начала нужно добавить два пункта в он option item selected добавляем эти пункты и те мы можем менять прямо на лету ориентацию к в портретный режим и в альбомный режим конечно это можно сделать просто изменить положение редакции экран экрана пространстве вас тоже поменяется но можно например заставить приложение всегда работает только в альбоме или только в портретном режиме может кому-то не нравится когда он берет телефон он сам разворачивается в нужное положение он хочет только посмотреть или работать с ним как бы он его не вертел вот пожалуйста два метода который позволит изменить зоцк ориентацию на экране есть такие случаи когда ориентацию нужно только изменить но и узнать какая ориентация была раньше для этого можно прописать свой собственный метод как мы здесь попробовали сделать а для получения текущей ариентации экрана воспользоваться совокупность методов это get resources get configuration orientation ну и сравнить с какой-то определенной конфигурации в данном случае мы попробуем сравнить с портрет и узнать а сейчас экран вертикальный или нет и он может горизонтально так ладно галочки для меню помните мы с вами попробовали сделать для чекбокс вот здесь в этом чудником методе мы установим галочки для пункта что это вообще-то за метод такой и зачем он нужен дело в том что когда вы начинаете вращать экран то есть он был у нас такой а стал вот такой у вас приложение обнулилось никакие галочки там не стояли они пропались для того чтобы восстановить их в правильной последовательность поставить нужные галочки вам нужно запускать этот метод этот метод запускается каждый раз когда у вас пересоздается меню собственно каждый раз когда вы меняете ориентацию в другом методе вы это сделать не сможете так здесь кто меня понял ух ты мы добрались за самой сложной темы то есть если до этого было сложно то сейчас еще сложнее мы попробуем написать калькулятор на андроид для этого нам нужно набросать что-то похожее на то что мы видим справа на формочке итак какие у вас есть варианты первый самый такой сложный вариант это набрасывать все самостоятельно для этого включаете ну android studio в режиме дизайна и начинаете набрасывать эти кнопочки тут я помню на следующем слайдике подробнее расписано ладно начну с самого начала итак создаем проект для калькулятора после этого у вас изначальный код будет вот такой с hello world и потом мы сможем понабрасывать вот такие вот кнопочки если вы будете набрасывать в режиме дизайнера то вам проще всего использовать grid layout для кнопок с цифрами с операциями а для а для остальных полей нужно будет использовать edit text надо написать не важно и так для хранения чисел которые будут вводиться на экран вы будете использовать edit text для операции которую вы будете нажимать и выводить на экран нажатую операцию вы будете использовать text you и для очередного числа которые вы будете также будете использовать edit text попробуем сделать вот такое вот вот такое вот приложение попробуйте набросать что-то похожее на форму кто-то вообще пытается что-то похожее делать или нет или или так пришли послушать не но если пришли послушать тоже неплохо среди спорта потому что сегодня уже успел вырастать спрашивать вещей так на чем мы остановились на том что я вам хотелось бросить хоть какой-нибудь исходный код по которому вы сможете работать так ну это не xml ну начнем хотя бы с него оп оп ага ну все равно запасывается под точкой тогда не будем на него прощать внимание просто пойдем на следующий слайд оп оп итак вот код который нам примерно нужно написать это код с нашими клавишами это код с тем как они расположены либо вот так вот набираем в xml его либо что проще все-таки набрасываем с помощью визуального редактора набросали кнопочки то есть тут никакой мозговой сильной активности не требуется text edit text edit text u один который называется operation field и и много новых кнопок вот так оно будет выглядеть в виде xml теперь начинаем написать код то есть если до этого просто перетягивали кнопочки влево вправо нужно будет что-то написать нам нужны будут переменные с которыми мы будем работать да мы можем работать напрямую с нажатыми кнопками через r айди и так далее но это не очень удобно если мы хотим хранить какие-то значения проще и все использовать вот эти вот переменные которые мы сейчас создадим создаем пять переменных которые нужны для хранения чисел которые мы будем хранить для вывода результатов для хранения того какая была последняя операция может выпасть много ошибок чтобы они не выпали нам нужно будет подключить ряд библиотек которые написаны выше это button edit text text you и все будет работать корректно кто не осознал где их объявлять их объявлять чуть ниже в того места где у вас появляется тело глаз и наконец-то получим данные свяжем переменные с элементами на форме для этого мы в методе он креет он у вас есть в программе прописываем вот эти вот три строчки тем самым мы копируем данные из полей в переменную теперь нам нужно создать обработчик нажатия на кнопочки помните у нас там есть много-много кнопочек попробуем создать обработчик нажатие на кнопки если мы хотим обрабатывать нажатие на цифру нажатие на цифру 0 1 2 3 и так далее то нажимаем на любую из этих кнопок например на кнопку 0 находим глазками метод в свойствах и вводим туда он нам это будет название можете написать его как-то по-другому но логично назвать как-то вот таким вот способом после этого переходите в текстовый режим там есть кнопочка дизайн есть текст переходите в текстовый режим устанавливаете курсор на он нажимаете alt enter и в контекстном меню вы нажимаете create on number click view в main activity таким образом он создает вам заготовку для вашего метода все у вас появился метод он правда пустой там мы можем изменить его код так чтобы он был полезен нам итак для начала получили ссылку на тот view от которого сработал метод click это будет одна из кнопок которую мы нажали предположим мы нажали на кнопку 0 предположим тогда как раз ссылку на кнопочку 0 получим получим в текстовое поле number мы добавляем текст который является текстом который находится на кнопке на кнопке 0 у нас находится текст 0 таким образом на экране у нас появится цифра 0 если вдруг последний раз нажимали значок равно или вообще ничего не нажимали это говорит о том что мы хотим уже увидеть результат или просто выводить его сверху таким образом нолик наш появится вверху дальше дальше можем попробовать сделать обработчик а не забыл забыл важный момент после того как вы это все сделаете не забудьте подключить обработчик ко всем остальным кнопкам то есть не только кнопочки 0 но и 1 2 3 4 да нужно будет делать 10 10 9 одинаковых действий ну или 10 так как считать после того как вы подключите обработчик нажатия на цифрию вы сможете уже играться с своим интерфлятором у вас он будет выводить много-много циферок но не делить не умножать вы их не сможете давайте попробуем обработать нажатие на кнопку операции умножение и деление почитание сложения напишем вот такой вот метод делается это точно так же как раньше выбираем любую из кнопок плюс-минус находим глазки метод он клик прописываем он оперейшн клик внутри атрибута он клик переходим в текстовый режим нажимаем клей создаем метод метод появился прописываем туда этот код все у вас появился метод при но все-таки по частям набросать код и так какие нам нужны были переменные вот такие вот какие то нам нужно было подключить чтобы эти переменные работали вот эти вот библиотеки надо это все сопровождать надо было показаны на экране да оп оп эти не хочет переключаться ух ты вернулась итак какие нужны переменные вот эти какие нужны библиотеки вот эти что нам нужно сделать связать перемену с элементами на формы нам нужно дописать в oncreate вот этот вот код который мы видим на экране и нужно не забыть не стирать те строчки которые есть раньше там две строчки в oncreate эти будут и стирать не нужно просто добавляйте вот эти три проще что делаем дальше дальше мы создаем метод onnumberclick вот его код берем код onnumberclick даем вам в чатик чтобы вы смогли его скопировать дальше мы создаем мы создаем мы создаем мы создаем метод он operation click вот его код этого прекрасного метода тоже появятся чатики и последнее что мы делаем если вы внимательно присмотритесь внутри метода onoperation click есть perform operation так тут надо немножко опять же пояснять что происходит получили ссылку на нажатую клавишу это будет плюс минус и умножить или поделить в строковую переменную получили значок там будет лежать теперь плюсик минусик умножение и деление число взяли из number field перевели в строку и храним строкой переменной теперь если у нас число больше чем 0 символов то заменяем все запятые которые есть в нем на точки потому что у нас вещественные числа работают с точками что происходит дальше вызывается какой-то непонятный метод perform operation который мы рассмотрим на следующем слайдике куда передается это число и знак операции если вдруг что-то пошло не так то выдаем сообщение ну точнее сообщение в ошибке выдаем просто обгуляем текст на экране и сохраняем знак последней операции а также вводим его на экран вопрос что же происходит в методе perform operation куда вам передаем число и знак операции вне системы а вот что там происходит много-много непонятного хода но на самом деле он абсолютно понятен и прост для восприятия в этом методе мы определяем какой был нажат знак операции и по нему проводим соответствующие операции если у нас был нажат знак равно мы просто выводим результат если деление то делим одно число на другое если деление на ноль то присваиваем значение 0 чтобы наш телефон не шел с ума ну бывает не такое он же не умеет читать читать бесконечные числа хотя java умеет но это такое ну собственно все посчитали все прекрасно все работает и у вас готов калькулятор представляете а да на всякий случай напомню вам что метод фонопоречный клик нужно подключить ко всем кнопкам в данном случае сколько плюс минус сложить умножить и что еще какая еще одна кнопка ладно так подсказку даю никто со мной не хочет общаться это кнопочка это кнопка равно молодцы что ответили очень очень способны так вот финальный код который должен был получиться ну можете на него посмотреть посмотреть если вдруг у вас что то не то а да там видите есть какой то еще метод который мы не прописывали это метод который сохраняет значение на экране если мы будем вертеть экран вот ну вы же вертеть экран не будете с вашим почудным калькулятором ну если вдруг будете посмотрите вот пожалуйста есть метод safe instance и restore instance safe instance сохраняет текущее состояние а конкретно последние операции и оперант а restore instance восстанавливает значение последней операции и последнюю операцию ну рекомендую вам полазить по разным ссылочкам а именно зайти на developer android чтобы скачать android studio узнать что стоит изучать для программирования под android в основном это java посетить несколько других сайтиков по программированию под android где все так же детально расписано но если что обращаться к этому вебинару к предыдущему вебинару ну собственно на этом все я прошу прощения за определенные технические неурядицы что мы не можем продемонстрировать все это красиво в красивом виде как все происходит но я надеюсь большая часть вебинара вами было условно если нет не волнуйтесь это реально сложная была тема просто смотрите в записи несколько раз и я думаю вы все поймете и вам спасибо что были с нами все всем пока